И снова здравствуйте! Специально для канала Олег Нестеров Брест с его разрешения разрешить вам представить такой юмористический ролик пародия на дядю Олежу. Итак, сегодня, кроме анекдота, кроме темы, у нас еще будет специально приглашенный дядя Толя, ну и, соответственно, небольшие познавательные моменты. Итак, анекдот! Домой иду как-то, смотрю объявление на подъездной двери. Написано, если вам не нравится эта музыка, стукнуть по батарее один раз. Если вам нравится музыка, стукнуть по батарее два раза. Следующий трек три раза. Вот такой вот анекдот! Так, а это дядя Толя у нас пытается по зелу рацию с ребятами поговорить без охоты ему, а вот не получается. Прием, прием, мужики! Как слышно? Прием! Слышно хорошо! Слышно хорошо! Прием, прием! Отлично слышу! Отлично! Прием, прием, мужики! Как слышно? Прием, прием! Прием, прием! Слышу отлично, отлично, отлично слышу, ребята, все хорошо! А это у нас дядя Толик пытается по радиосвязи выйти с ребятами поговорить, а то скучно ему в гараже. Прием, прием, мужики! Прием, прием! Да прием, прием, все отлично тебя слышно! Отлично! Прием, прием! Ну, а теперь, что касается темы, тема дня, все, что нужно настоящему гаражнику. Итак, самое главное, что нужно, главное гаражнику, это шпатель. Шпатель должен быть хороший, с закругленными концами, с удобной ручкой, чтобы его было легче держать и удобнее. Ну, лучше, конечно, использовать вот такой вот шпатель. Ручка хорошая, концы закругленные, удобно везде наносить шпаклевку. Причем, если большой слой, можно лишнего убрать и так далее. Вот, самый оптимальный шпатель. Вот. Стоит недорого, но в работе, по-моему, пригодится каждому. Дальше. У любого гаражника должен быть рихтовочный молоток. И желательно не один, а хотя бы два, три, четыре, пять, шесть. Вот. Причем, вот такой вот молоток. Самый хороший молоток. Он и рихтует, и правит, и ковыряет там, и так далее. Ну, практически, в нем можно все сделать. Шпаклевку отдолбить, и лодерольчик подправить. Вот такая вот конструкция. Дальше. После шпаклевки и рихтовки, ну, конечно, надо красить. Красить, конечно, у кого как получается, но в покраске нужно иметь валеру. Я рекомендую для использования в ваших целях иметь два валеры. Один маленький. Вот такой вот. Это маленький. Другой чуть побольше. Ну, в принципе, один и тот же. Да, но у этого дюза поменьше, поэтому он гладкий. А у этого чуть побольше. Зато шагреть будет как настоящий. Вот. Иде. Настоящему гаражнику, когда он будет работать вот такими вот инструментами, чтобы потом не было стыдно за его проделанную работу, ему, конечно, в работе нужны вот такие вот перчатки, цена которых рублей 10, наверное, в строительном магазине. Чтобы, как говорится, не оставлять следов на машине, которые он будет ремонтировать вот такими инструментами. Вот. А так, в принципе, больше-то и ничего не надо. Ну, наличие дяди Толи, конечно. Вот. Вот, в принципе, и всё. Так что, теперь вы знаете, чем пользоваться в гаражных условиях. Вот. Пробуйте. А ежели что, может быть, какой-нибудь вы совет дадите. Ну, и напоследок, анекдот. Один мужик, устал болеть, простудрить. Ну, простудился мужик, в гараже работал. Заболел. Таблетки пил, микстуры пил, ничего не помогает. Пошёл к бабке-повитухе, крёстной его. Ну, и говорит. Слушай, говорю. Там, тётя Маша там, баба Катя. Ничего не помогает, говорит. Посоветуй, говорит. А она, как все говорят, хороший знаток в этих народных рецептах. Она говорит, ну ты, говорит, свечки поставь, говорит, всё пройдёт. Недель проходит, две, ёлки-палки. Мужик всё мучается, блин, приходит к ней, говорит. Слушай, говорит, блин, я уже, говорит, сколько свечек поставил. Говорит, ни хрена, говорит, не помогает, говорит. Чё, говорит, делать? Ну, она его спрашивает. А ты, говорит, в какой, говорит, церкви, говорит, свечки, говорит, ставил-то, говорит. Вот такой вот аминдот. Ну, и как говорит дядя Олежа напоследок. Всем добра. И пока. Вагон, я вот так уделю. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!